Рациональное использование. В бюджет Алмазинской области на 2024-2026 годы внесены изменения. Данный вопрос был рассмотрен на заседании 27-й сессии депутатов Маслехата. Финансирование системы здравоохранения. Актуальный вопрос обсудили ведущие международные специалисты на семинаре Всемирной организации здравоохранения в Алматы. Новая страница в научном партнерстве. В музее-заповеднике ИСЫК начал работу филиал археологического исследовательского центра «Шелковый путь». Экономика страны продемонстрировала впечатляющий рост 4% за последние 9 месяцев. В аккорде состоялась пресс-конференция, на которой были подведены итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета. Чиновники отметили, что основными двигателями роста стали не нефть, а такие сектора, как экономика, сельское хозяйство, строительство и торговля, перерабатывающая промышленность. Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров подчеркнул, что ускорение роста наблюдается уже третий месяц подряд. Производство в сфере услуг также возросло почти на 4%. Кроме того, динамика наблюдается в сельском хозяйстве и строительстве. Премьер-министр Улжас Бектенов, заслушавший доклад, отметил, что это результат принятых мер по распределению ресурсов в соответствии с задачами, поставленными главой государства. Несмотря на положительные показатели, глава Кабмина подчеркнул, что необходимо удвоить усилия для дальнейшего развития. Акиматам следует уделить особое внимание поддержке, обрабатывающей промышленности. А также стимулированию торговли и сфере строительства. Для этого имеются все необходимые резервы. Необходимо строго обеспечивать финансовую дисциплину при реализации инвестиционных проектов. Все государственные органы должны стремиться к своевременной и качественной реализации инвестиционных проектов. Как мы видим, уровень привлечения инвестиций снижается. 11 регионов не достигли запланированного показателя инвестиции в основной капитал. Внесены изменения в бюджет Алматинской области на 2024-2026 годы. Данный вопрос был рассмотрен на заседании 27-й сессии депутатов Маслехата, в ходе которого стало известно, что в этом году большая часть средств направлена на социальную сферу. Тему продолжит наш корреспондент. По первому и, пожалуй, важному вопросу повестки дня отчитался руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования. По словам Аслана Ораза, изменения бюджета и финансирования произошли в основном в сфере образования. Значительные средства направляются в социальную сферу, в том числе на заработную плату учителей, обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов. В связи с внедрением системы посещения детских садов сэкономлено более 1 миллиарда тенге. В то же время будут сокращены средства, направленные на здравоохранение, туризм, капитальные ремонты образовательных учреждений и дома культуры села Харажута Инбекши-Казахского района. Также по Балхашскому, Инбекши-Казахскому, Ильисскому и Уйгурскому районам снижены средства на социальное обеспечение. Следующий вопрос, рассмотренный на заседании, – это 57 новых проектов, реализуемых в регионе в рамках государственно-частного партнерства. Общая сумма этих проектов составляет около 85 миллиардов тенге, а объем инвестиций – 47 миллиардов тенге. Большая часть средств отведена энергетике и жилищному хозяйству. Одна из масштабных работ – строительство комплекса по очистке канализационных вод в городе Кунаев. Объект очистки источных вод города Кунаев был построен в 68-69 годы прошлого столетия. Износ превысил 90%. В целом, бюджет на сегодняшний день составляет около 88-6,5 миллиардов тенге. Из этой суммы – 705 миллиардов доля местной казны. Оставшиеся средства распределены на целевые трансферы из республиканского бюджета и выдачу кредитов для приобретения жилья социально уязвимым слоям населения и очередникам. Это важный шаг в поддержке наиболее нуждающихся граждан и улучшении их жизненных условий. Не секрет, что давней проблемой являются работы по строительству и реконструкции канализационных сетей в селе Щелек имбекши Казахского района. Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в строительно-монтажные работы. Утверждён Акиматом Алматинской области и согласован с Министерством экологии и природных ресурсов. Просим поддержать. Далее народные избранники рассмотрели список кандидатов, выдвинутых на звание «Почётный гражданин Алматинской области». В результате голосования этот титул решили присвоить трём гражданам. Отметим, что все рассмотренные на заседании вопросы были решены положительно. Стоит также отметить, что в рамках 27-й сессии депутатский корпус областного маслехата пополнился новым членом. Вакантный мандат получил предприниматель Виталий Гринченко. Ранее он представлял маслехат Джамбылского района. Финансирование системы здравоохранения – одна из актуальных проблем на повестке дня во многих странах мира. По этому вопрос Европейский Центр Всемирной Организации Здравоохранения организовал специальный семинар в городе Алматы. В мероприятии приняли участие порядка 60 ведущих специалистов из пяти стран. Согласно информации, 10% внутреннего валового продукта в мировой экономике идёт на финансирование здравоохранения. Несмотря на это, результативных показателей нет, уверяют эксперты. Ну а что говорят об этом отраслевые эксперты, узнаем в следующем сюжете. 51% расходов на здравоохранение в странах мира поступает из государственного бюджета. 35% населения оплачивают лечение из собственного кармана. Большая часть финансирования идёт на оплату сложных операций и дорогостоящих медицинских услуг. Соответственно, служба первичной медицинской помощи остаётся без внимания. По словам экспертов, это очень актуальный вопрос. Более 80% заболеваний можно вылечить в ходе первой медико-санитарной помощи. А это значит, что основная часть средств должна быть направлена на это направление. Тем не менее, мы отдаём приоритет сложным медицинским услугам. Очень важно одинаково поддерживать баланс в обоих направлениях. По словам специалистов, Казахстан уделяет особое внимание оказанию первой медицинской помощи среди стран Центральной Азии. В стране 59% от общего объёма средств, выделенных на здравоохранение, приходится на амбулаторную поликлиническую помощь. Тем не менее, пробелов в отрасли немало. Например, количество неофициальных платежей пока не уменьшается. Неофициальные платежи негативно влияют на эффективность и доступность услуг системы здравоохранения. Это потому, что они ограничивают способность уязвимых групп получать медицинскую помощь. Для пациентов с хроническим заболеванием будет очень сложно долгое время оплачивать за лекарства из собственного кармана. В прошлом году 10% республиканского бюджета было потрачено на здравоохранение. В этом году на медицинские услуги выделены средства в размере 3 триллионов тенге. Отметим, что глава государства говорил, что необходимо развивать отрасль и внедрить единую медицинскую информационную систему. Сейчас в нашей стране имеется порядка 4-5 медицинских информационных баз. Одному врачу приходится писать одну информацию сразу в несколько баз. По поручению главы государства мы сейчас совмещаем их и создаем одну информационную систему. То есть теперь куда бы ни поехал пациент, в каком бы он городе ни был, информация о его здоровье, истории болезни будет доступна его лечащим врачам, независимо от местонахождения. Это очень удобно. 30% стран мира добились прогресса в достаточном финансировании предоставления первичных медицинских услуг. Рабочая программа Европейского центра ВОЗ на 2025 год направлена на решение данного вопроса. Специалисты отмечают, основное внимание будет уделено качественному обслуживанию каждого гражданина без дополнительных финансовых затрат. Вышел новый вид мошенничества. Неизвестные предоставляются работниками КАЗ-почты и уверяют, что у них для вас имеется посылка. А потому просят сказать код, который придет от службы 1414. Главная их цель – это деньги на вашем счете. Отметим, что в этом году в Алматинской области зарегистрировано порядка 500 уголовных дел по мошенничеству. Все подробности в сюжете. На жительницу Кунаева Айгуль оформлен кредит в размере 500 тысяч тенге. Это дело рук мошенников. Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он поторопил ее сказать код из СМС, чтобы предотвратить непоправимое, уверяя ее в том, что если она не скажет код, на нее оформится кредит на крупную сумму. Сбитая с толку женщина попала в ловушку мошенников. Она пошла за помощью в правоохранительные органы. Вам позвонили с неизвестного номера? Это был казахстанский номер? Что они вам говорили, чтобы войти в доверие? На какую сумму на вас был оформлен кредит? Они сказали, что они работники банка, что у них есть своя база, где видно, что на меня якобы оформляется кредит. Обычные граждане не могут в эту базу зайти и проверить. И мне нужно сообщить им код, чтобы не допустить оформления кредита. После этого на мне оказался кредит в размере 500 тысяч тенге. Таких фактов сотни и даже тысячи. Как бы правоохранительные органы не предупреждали, говоря, что нужно быть осторожным, мошенники придумывают все новые и новые сценарии обмана. Еще одна распространенная форма интернет-мошенничества – это инвестирование. Люди добровольно отдают свои сбережения, к сожалению, безвозвратно. Инвестиции в настоящее время очень продуманная уловка. Хакеры открывают лживый сайт. Там показаны весьма впечатляющие результаты. Якобы ваш доход увеличится сразу в два раза. И не обязательно, чтобы все было в казахстанских тенге. Процессы могут быть показаны в иностранной валюте. Это подкупает людей еще больше. Граждане ни в коем случае не стоит ввязываться в историю с инвестициями. Мошенники специально показывают все в невероятно выгодном для людей свете. Если все выглядит очень хорошо и перспективы весьма впечатляющие, то людям стоит уже в тот момент усомниться в этом деле. Имеется еще один новый вид мошенничества. Деньги крадут через операторов мобильной связи. Мошенники звонят и говорят, что ваш номер выйдет из строя, если не внесете деньги в скором времени. Есть даже те, кто пытался взломать систему Центра обслуживания населения 1414, где имеется база данных на каждого казахстанца. По данным сотрудников прокуратуры, за первые три месяца текущего года интернет-мошенники сумели украсть у казахстанцев более 6 миллиардов тенге. Правоохранительным органам удалось вернуть только 189 миллионов тенге от этой суммы. Мошенники звонят жертвам, когда еще их сознание отвлечено и подсознание дремлет. Если в этот момент быстро говорить и запугивать человека, то можно добиться от него все, что угодно – и код, и любые данные. Человек, что не успевает задуматься о том, что происходит, также имеется вред зависимости от телефона. И когда мошенники звонят, люди не успевают уже думать быстро и поддаются панической атаке. Это не болезнь, это просто зависимость. Сотрудники правоохранительных органов делают свою работу. Однако людям не стоит забывать о том, что нужно быть бдительными и самим не поддаваться хитрым уловкам мошенников, чьи методы обмана прогрессируют день ото дня. В Кунаеве в рамках традиционного общеобластного конкурса «Аула Малтенбесегам» отметили День культуры. Артисты и творческие коллективы Дома культуры областного центра порадовали местных жителей своими выступлениями. Успешным началом ежегодного конкурса стал проект, направленный на укрепление связей между народами и сохранение традиционных ценностей. Наш корреспондент расскажет подробнее. Уникальный проект позволяет возрождать традиции. Перед Домом культуры была возведена огромная юрта, в котором приветствовали гостей из других регионов. Для них также был проведен небольшой обзор национальной традиции. Ансамбль «Ажелер» исполнил народные песни, а ученики школы искусства «Ассел» восхитили прекрасным исполнением кюев. Кроме того, в рамках Дня культуры была проведена ярмарка. На мероприятии, посвященном укреплению духовного наследия, также выступил заместитель Акима города. Знакомим гостей с культурными достопримечательностями города Кунаев, с творчеством нашей молодежи. Проекты, направленные на укрепление единства народа, будут проводиться и в дальнейшем. Целью мероприятия является развитие и популяризация традиционных ценностей и в целом культуры среди населения областного центра. Восторг зрителей и гостей вызвала представленная артистами города постановка, рассказывающая о жизни на селе. Солисты и творческие коллективы исполнили песни, посвященные городу. Кроме этого, представители других этносов региона продемонстрировали свои традиции и даже дали гостям отведать национальные блюда. Нам всё очень нравится, всё классно, все люди, угощайтесь у нас. Очень хорошее настроение. Мы живём в Кунаеве. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще. Я являюсь представителем Уйгурского этнокультурного центра в Кунаеве. Ежегодно участвуем в конкурсе. Отметим, что традиционный конкурс «Аулы Малтын Бесыгым» будет продолжен во всех районах и городах Алма-Атинской области. Жандос Назарбаев, Аружан Мурат Козы, Жандос Умирбай, телерадиокомпания ЖТСУ, Алма-Атинская область. Новая страница в научном партнёрстве. В музее-заповеднике ИСЫГ начал работу филиал археологического исследовательского центра «Шёлковый путь». Проект объединяет археологов из Казахстана и Китая для совместного изучения древних цивилизаций по маршруту Великого Шёлкового пути. О планах и первых результатах сотрудничества расскажет наш корреспондент. Сотрудничество между музеями ИСЫГ и учёными из Сияня Китай продолжается с 2016 года. Одним из ключевых проектов стали раскопки на городище Рахат, поддержанные Министерствами иностранных дел обеих стран. В рамках этого сотрудничества открыт филиал исследовательского центра «Шёлковый путь», который объединит усилия учёных двух государств. «Уже восемь лет мы совместно с казахстанскими коллегами участвуем в археологических раскопках. Наша цель – изучить древние цивилизации Шёлкового пути. В будущем планируем расширить сотрудничество и опубликовать значимые научные работы». Этот проект направлен на проведение совместных исследований памятников Шёлкового пути и укрепление научного взаимодействия в области археологии. Некоторые эксперты выражают опасения относительно возможного искажения исторических данных в интересах китайской стороны. Однако специалисты уверены, что подобных рисков нет. «Все исследования проводятся в сотрудничестве, и мы совместно обсуждаем результаты с китайскими коллегами. Любые публикации проходят согласование обеими сторонами». Казахстанские археологи уже имеют успешный опыт сотрудничества с учёными из США, Европы, Кореи и Японии. Ожидается, что новые открытия на памятниках Шёлкового пути внесут значительный вклад в изучение истории Казахстана. В Швеции наблюдается один из самых высоких уровней убийств в Европе. Собаку обнаружили на вершине пирамиды Хеопса. Великобритания предложит безработному уколы для снижения веса. Подробнее смотрите далее в подборке зарубежных новостей. По официальным данным, в Швеции за год количество перестрелок со смертельным исходом увеличилось более чем в два раза. Причём их участниками часто становятся несовершеннолетние. На каждые 10 миллионов жителей приходится в среднем одна перестрелка в день. А в 2023 году в них погибли 53 человека. По мере того, как насилие становится всё более распространённым, преступники обращаются за заказными убийствами к несовершеннолетним, которым грозит лишь ювенальная юстиция, а не пожизненное заключение, как в системе для взрослых. В первой половине этого года местные СМИ сообщили, что число подозреваемых в убийствах в возрасте до 15 лет почти в четыре раза превысило прошлогодний показатель. В начале октября шведское правительство предложило закон, позволяющий давать анонимные показания, чтобы нарушить кодекс молчания в бандах. Собака умудрилась взобраться на сооружение, которое когда-то было самым высоким строением в мире – Великую пирамиду Гизы или пирамиду Хеопса, крупнейшую из египетских пирамид, сообщает закон Кейзет. В настоящее время подъём на любую из 118 египетских пирамид запрещён, поэтому туристы часто совершают туры на параплане к этим памятникам истории. Один из таких туристов Алекс Лэнг и запечатлел пса на самой вершине пирамиды. Тот лаял и гонялся за птицами. Инцидент поставил под сомнение безопасность в Гизе, поскольку многие подвергают сомнению усилия, предпринимаемые местным правительством для сохранения архитектурного и археологического наследия эпохи пирамид. Подъём на Великую пирамиду Гизы является незаконным и карается тремя годами тюрьмы. Нарушения также могут повлечь за собой штраф в размере от 10 тысяч до 100 тысяч египетских фунтов. Минздрав Великобритании обнародовал планы, согласно которым безработным с диагнозом ожирения предложат уколы для снижения веса и тем самым помогут им вернуться к работе, чтобы в конечном итоге ускорить рост британской экономики. Речь идёт об инвестициях в размере 280 миллионов фунтов стерлингов от компании «Лили», одного из крупнейших в мире производителей препаратов для сжигания жира. В компании заявляют, что программа позволит выяснить неклинические эффекты подобных веществ, влияние на рынок труда, производительность экономики и нагрузку на систему здравоохранения. Глава Минздрава Уэс Стритинг в свою очередь уверен, что новый класс лекарств может оказать огромное воздействие на проблему ожирения и заставить Британию работать. Елеман Турсынханов по материалам интернет-ресурсов.